наталья здравствуйте интересное у вас описание вы в уроке указываете что в описании представлены все оттенки зеленого теплых до холодных от насыщенных до погашенных да и вас возникает вопрос почему да не зелень такая насыщенная она не должна быть такой насыщенный при таком активном закатном солнце здесь у нас с вами идет конфликт восприятия и знания мы знаем что при таком низком солнце у нас с вами воздухе действует в основном вот главного до источника света если не оба не считать красный красно-оранжевый теплый спектр противоположный зеленому несмотря на то что у нас зеленый в противофазе мы смотрим на него с теневой стороны куда солнце не попадает но тут много проходящего света сквозь эту зелень с теневой стороны небо активно холодом воздействует но среда то у нас вечерняя до состояние уже в колорите источника света не может здесь быть чистых цветов они воспринимаются чистыми давайте тогда с вами сделаем наглядный эксперимент мы не будем делать загадочных вопросов до искать какие-то в конце удивительные ответы мы сразу просто озвучим что происходит мы знаем что чистых зеленых быть не может в этой среде мы изучали об этом теорию но наши глаза видят зеленые чистыми и очень яркими и желто зелеными и синие зелеными мозга возникает путаница нам куда эту информацию относить мы ее все-таки как определим как то что мы знаем или как то что мы видим и казалось бы мы как художники всегда должны учиться видеть а не знать да то есть мы часто делаем ошибки от того что мы знаем что трава зеленая и рисуем ее зеленый а здесь друг да когда она грязно зеленая а тут другая ситуация мы знаем что она не может быть здесь чистой но мы видим ее чистой то есть у нас еще могут быть ошибки зрительного восприятия оптическая иллюзия возможно она возникает обычно за счет чего когда у нас объект воспринимаемый наиболее ярким в нашем случае это зелень воспринимается таковым когда у нас есть с ним первое это контрастное соседство по цветовой паре красный зеленый и она здесь есть да и по насыщенности это насыщенный погашенный это у нас что с вами это серое небо серая вода в сравнении с ними зеленый кажется зеленым и камни еще серые а в дополнение еще идет красная часть спектра которая этот эффект насыщенности еще сильнее усиливает понимаете что происходит и мы сделаем просто несколько выкрасов из того что есть побольше возьмем пятнышко мы попробуем взять пробнички желто-зеленых давайте попробуем найти какой-нибудь яркий желто-зеленый который светится и обращаем внимание где он находится в цветовом теле допустим вот мы взяли желто-зеленый это такой как он в кадре а вот его спектральное значение какое на самом деле в чистом виде мы можем найти какой-нибудь другой желто-зеленый тоже такой цветной выкрасим странно он вроде должен был светиться но он оказывается находится в темной в темном конце тональной шкалы еще со смещением к погашению до к серой шкале а в чистом виде этот зеленый выглядел бы так странно почему он тогда светится что там такое с ним рядом расположено что он так светится а вот такой вот черный цвет синий зеленый темной группы сравнение с которым этот кажется светящимся может быть есть синий зеленые цветовые группы вон какие сине бирюзовые сине зеленые какие они яркие прям синий светится то есть вот я сюда смотрю я прям вижу голубой какой-то изумрудный бирюзовый я делаю тестовую выкраску она мне дважды показывает нахождение цвета опять в темном конце тональной шкалы со смещением к погашению а как же выглядит тогда спектральный вариант этого цвета если вы говорите что они насыщенные даже если мы не будем идти в верхнюю часть насыщенности даже если мы подберем с вами средние значения этих вариантов в среднем уровне тона без пересветов все равно насколько же все-таки сильно погашены те цвета те оттенки которые мы воспринимаем чистыми и звонкими вы их описываете что они такие желто зеленые такие синие зеленые проявленные в чистых и погашенных в теплых и холодных а у них вообще чистых близко даже нет какие бы я не брала вы тут синий и синий зеленый он синий какой да а он даже еще за половину переваливает он настолько стремится к серой части цветового тела с погашением и находится в темноте а темнота и погашенность невозможно без триадности то есть там столько всего намешано в этом оттенке чтобы он казался таким темным таким сложным это область грязного цвета область чистого цвета вот она в правой половине цветового тела да в правом крае цветового тела светлые варианты сверху темные по бокам до поры до времени они выглядят более менее чисто но все равно насколько они у нас грязные в этом сюжете и если мы будем гулять вот так вот пипеточкой по всем оттенкам наблюдаем область правого цветового тела да вот здесь вот и смотрим у хоть раз бы вот этот цвет он бы поднялся вверх в правый верх не чистый угол может быть в правую в правый край где-то хотя бы посередине нет эти образцы цвета в цветовом теле определяются как темные они по большому счету даже в зонах освещенных определяются достаточно низко для то есть близко к черному концу тональной шкалы они определяются как грязные то есть двинутые к серой левой шкале и это никак не похоже на насыщенные чистые цвета спектральные которые выглядят иначе даже в среднем в среднем там тони если мы не будем заниматься пересветами эти цвета выглядят в чистом виде вот так и конечно в этой картине будет ловушкой поверить своим глазам что в таком соседстве а в каком соседстве это вода состоящая из не самых радужных палитр до вода дополнительно нам подсказывает насколько много красного спектра воздухе сейчас что вода даже синее небо отразить не может не об этом пытается но вот эту фиолетовинку добавляет красный спектр прям отбивается от воды очень много его небо ничего в нем синего вот в этой части кадра нет выше куполу конечно есть нам вода об этом подсказывает но близко к горизонту небо серое она даже не голубое конечно в сравнении вот с этой серостью в розоватой гамме с этой насыщенностью в оранжево каких-то теплых тонах красный спектр содержащих а где-то очень даже откровенно да такие красные тона сравнение вот с этой группой либо бесцветной либо красно теплой конечно вот это грязная смесь оттенков зеленых от желто зеленых то синие зеленых то есть по температуре вы правы по цветовым группам вы правы и действительно есть все перепады зеленых но они же все грязные и они все темные как бы нам нарисовать это все такой грязью чтобы она выглядела зеленью как нам нарисовать вот эти желтые цветочки которые светятся на фоне этой зелени какие-то маленькие желтые цветочки они на фоне этой зелени горят они у нас цвета мы в садике такой цвет называли не хорошими словами но этот цвет желтых светящихся цветочков а что происходит почему они желтые это грязный погашенный желтый имитирующий желтую зеленую погашенную цветовую группу такой эффект часто достигается от смеси желтыми с черными да или степями подобными грязными бесцветными вершинами вставая в зеленую среду происходит вычитание цвета фоном все что такое активное более активно зеленое вокруг окружает эти желтые цветочки вычитает зеленый из этого спектра и они иллюзорно воспринимаются нами как более чисто желтый но если мы поставим более активный желтый цвет сюда он будет выглядеть через чур светло ярко не соответственно среде при том что это не самый чистый вариант желтого какой доступен нам в цветовом теле это мы уже погасили это я то есть уже предвосхищаю действия горитмы действия людей кто обычно эти решения принимает художник как думать так но сильно ярко желто это не профессионально наверное я погашу гасят и ставят пятно понимая что погасили поставив галочку что я поменял куда надо а надо задать дополнительный вопрос а насколько надо погасить этот желтый чтобы он встал сюда как желтый цветочек и был уместен в этой среде насколько это должно быть так это очень тесно будет взаимосвязано с тем а какая у вас зелень потому что если вы сделаете зелень яркую я уверена что вы здесь и сделайте не такую яркую да вы все равно будете держаться в каких-то пределах реалистичных цветов но если в сравнении с ними мы нарисуем правильные цветочки это не будет светиться это еще раз нам говорит о том насколько эта зелень темная грязная и да темные погашенные если в сравнении с ней это грязище выглядит как желтый светящийся цветочек вот какой у нас сравнительный анализ должен произойти здесь конечно надо быть внимательными элементы веточек находятся на фоне светящегося цветного неба приобретают окрас фонового источника света более холодные фиолетоватенькие серенький где они ближе к нейтральному небу стремятся более красненькие на фоне красного неба более холодненькие на фоне воды но тем не менее все с элементом теплого спектра от проходящего света солнца сквозь ну не сквозь да а по контурам воздухе вот преломляются об эти веточки теплый спектр и он там будет то есть никаких откровенных синих ничего такого или зеленых чистых тут не будет сплошное погашение трава дополнительно светом насыщается конечно и от неба и от солнца есть эффект проходящего света от этого она как бы горит и светится по сравнению с остальными элементами там земли и елки которые этими свойствами не обладают но эти отношения которые мы разобрали держим в голове и понимаем что на самом ближнем плане где кипы травы сплотились в такую кучу что их солнце уже насквозь не пробивает есть еще более темные тона на которых держится этот эффект свечения которые нам окружают нашу грязь и благодаря этому наша грязь начинает работать как более светящиеся свойства цвета очень внимательно нужно это отработать на выкрасках на палитре на цветовом эскизе на тональном эскизе тоже кошку можно закомпоновать интересный силуэт на неплохая поддержка темным пятна на ближнем плане надо найти место